Много разных есть маршрутов в нашем северном депо. Ежечасно, поминутно перевозит он легко пассажиру своих верных 19 маршрут. Он является примером и его усердно ждут. Ставший родным за годы работы 19 маршрут водитель Самарского трамвая Фаиля Хилькова может пройти чуть ли не с закрытыми глазами. Так же, как и конкурсную трассу в депо. На тренировке мы уделяли время, которое нам выделило руководство. Нас освободили от линии. К 8 утра приходили и до 5 часов. Плавно тронуться, экстренно затормозить, перевести стрелку. На трассе нужно выполнить множество заданий и пройти ее за минимальное количество минут. Справиться с волнением помогает опыт работы. Нужно иметь нервную систему очень крепкую. Нужно просто безумно любить свою работу, потому что работа очень тяжелая и физически, и морально. За звание лучшего водителя трамвая борются 40 участников со всей страны. Водители Смоленска не прочь поделиться секретом своего мастерства. Постоянное внимание, отвлекаться нельзя ни на что, никогда, ни на одну секунду. Кроме вождения, участники соревнуются в знании правил дорожного движения, технического оснащения трамвая, культуре обслуживания. Как все пассажиры, когда встаете, утром едете на работу, вам могут либо испортить настроение, либо его поднять. Особенно это в дороге. Много народу, но настроение хорошее. Водитель сказал две шутки, пару шуток. И никто не замечает, что кто-то кого-то толкал локтями. Участников от имени главы региона поприветствовал первый вице-губернатор Александр Нефедов. Всероссийский конкурс профмастерства «Лучший водитель трамвая» впервые проходит в столице региона. В этом году Самарский трамвай отмечает столетний юбилей. Обновление подвижного состава пассажирского транспорта – одна из важных задач для муниципалитета, сегодня решается в приоритетном порядке. С начала года Самарский парк пополнили 82 автобуса и 19 троллейбусов. У нас сейчас отрабатывается заявка в Минтрансе региона и Российской Федерации на приобретение дополнительно 50 автобусов, 20 троллейбусов и 20 трамваев. Состязания за звание лучшего водителя будут проходить два дня. По итогам конкурса победитель получит 300 тысяч рублей. Серебряному призеру достанется 150 тысяч, бронзовому – 50 тысяч рублей. Алина Чемери с Мариной Матвейшиной, Станислав Левин. События.